Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет перешёл следующий вопрос. Заметила закономерность? Как только помолюсь за неверующих родственников, заболеваю сама, и в семье начинаются нестроения. Как быть? Смею предположить, что кто-то вам сказал, что знаешь, если будешь молиться за некрещённых, за иноверцев, или за христиан, которые только крещены, но не просвещены, будешь болеть. Ведь, знаете, очень непросто прийти к такой мысли, к такому выводу. Он на поверхности не лежит. Надо сильно заморочиться, чтобы найти такую взаимосвязь взаимосвязь между совершенно невзаимосвязанными событиями. Где-то услышали, где-то прочитали, какая-нибудь свечница или монахиня сказала, или в церковной лавке вам посоветовали. Ты смотри, ты молись только за своих, и только в полночь никак не раньше молитва лучше слышится, небеса отверзаются. И, в общем, вам открыли этот гештальт, который вы закрыть никак не можете. И когда всё-таки необходимо помолиться за некрещённого человека, у вас сразу срабатывают мысли о том, что, ну, сейчас начнутся неприятности. Но, поверь ваш, это будет вам. Если ты думаешь, что они начнутся, они начинаются. Даже если они не могли не начаться, допустим, ты ещё не профессионал в своём деле, только начинаешь набираться опыта, и, естественно, ты будешь совершать ошибки постоянно на первых этапах своего профессионального роста. Ну, раньше ты просто понимал, что, ну, кто ничего не делает, тот не ошибается. Чем больше обязанностей, с которыми ты раньше не сталкивался, тем больше, естественно, будешь совершать ошибок. Ну, и раньше ты просто тянул эту лямку, даже не обращая на них внимания. А теперь же ты сакрализировал все свои ошибки. Теперь ты ждёшь, как дальше не появятся. Это как человек, который прочитал, будь он не ладен гороскоп на эту неделю или на сегодня, и где-то прочитал, что у тебя ждут проблемы. Не выходи из дома, не совершай ошибку. А ты вышел, и всё, ждёшь. И вся ерунда, которую ты раньше не обращал внимания, теперь у тебя горит красной лампочкой. Такси приехало позже. Вот, вот гороскоп правильно всё говорит. Вышла из такси, в лужу наступил. Вот, вот оно всё. Всё, уже начинаешь трястись, уже начинаешь думать, когда же про наступит следующее несчастье, когда же не закончится, их будет 33 или больше. Вот, и всё. Ты думаешь только о сегодняшних бедах, которые не могут не произойти с твоей точки зрения, на которых ты акцентуализировался, и всё, ты видишь только их, ты ждёшь только их. Вот, и одно дело гороскоп, а другое дело вот эта закономерность. Вот я помолюсь, обязательно бесы будут мне мстить. Да кому ты нужен? Что твоя молитва? Она вот прямо как у преподобного Серафима? Нет. Ты просто помолился, ты просто сказал Господу Богу о своей нужде. Ну, хорошо, Господь тебя услышал. Вот, что вы думаете? Что Господь, турецкий султан, который говорит, так, этому дай, этого забери? Нет. Господь даст то, что надо тебе. Господь даст то, что полезно тому, о ком ты просишь. Ты уже запустил этот механизм, и считать, что есть какая-то закономерность, крайне вредно. И с психологической точки зрения, и с духовной. Как-то вы слишком магически, мне кажется, относитесь к словам ваших молитв. Вот теперь уж точно. Уж если я помолюсь, так уже небеса не смогут не ответить. А раз не смогут не ответить, что начнутся искушения, начнутся сложности моей семейной жизни. В семье начинаются нестроения. Ну, рот закройте, никаких настроений не будет. Просто. Что муженька не сделает, всё хорошо. Едем в Антарктику. Замечательно. Так, нет, летим в Антарктиду. Ещё лучше. Заведём дома пингвина. Замечательно. Тарантула. Уже бегу в магазин. Нестроение в семье. Так просто не конфликтуйте. И всё наладится. Муж посмотрит, жена такая прям милая, замечательная, он с ним соглашается, скажет, ну, слушай, может быть, я не так уж и прав. И половину глупости не будет совершать, потому что он теперь не будет их наставить на их осуществление, только потому что жена против. Раз жена против, то должен стоять. Мужчина тоже касается. Но мужчины твердолобые. С них как залезешь, так и слезешь. Это как армия. Её, чтобы развернуть, надо в лес вырубить на расстоянии. Там четырёх гектаров. Она просто так не разворачивается. А вы, как одинокий воин, повернулся и обратно пошёл. И времени меньше, и хлопот совсем нет с этим вопросом. Поэтому не будет у вас конфликта, если не будете соучастником этого конфликта. Заболеваете вы. Я помню, у меня многодетный отец. Если заболевает один, заболевает через неделю второй, через неделю третий. Потом жена, потом бабушка, потом гости. Заболеваешь сами. Ну и в результате ты полтора месяца лечишься. Потом выздоравливают первым, в конце концов. Но к этому времени уже успевают заболеть. Кто-нибудь ещё и так бесконечно. Ты болеешь, 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 болеешь. Это норма жизни человека. Ребята, откройте. Псалтирь Давидову. Дней наших 70, а щи же в силах 80 лет, пишет пророк Давид. И лучшие годы из них – труд и болезнь. Всё. Адам согрешил, болезнь вошла в нашу жизнь. И мы, если не болеем, то это огромное счастье. Так, в общем-то, если у тебя ничего не болит, это не значит, что ты потихонечку не умираешь. Потому что твоя жизнь, она идёт к смерти. А болезнь – это то, что её приближает, то, что её сокращает. Если бы не болели, то мы не убирали. А мы не можем умереть, потому что такова наша жизнь. Поэтому лечитесь. И в том числе и мозги лечите от всех вот этих закономерностей, которых вы видите между вашей молитвой и болезнями, и скандалами дома. Просто молитесь постоянно. Если вы будете молиться каждый день, то у вас не появится такая мысль, увидеть закономерность между тем, между молитвой и вашими бедами. Потому что молитесь всегда, причащайтесь всегда, молитесь всегда за крещённых, некрещённых, родных, неродных. Будьте с Господом Богом. Помните, апостол Павел говорил, имея жало в плоти, трижды просил Господа, чтобы изъял его от меня. Что Господь сказал? Сила моя в немощи совершается. Достаточно для тебя, благодати моей. Вот мы немощные, но в нас сила Божия. И мы сильны силой Божией. Поэтому, если есть в вашей жизни мысль о том, что всё могу без Христа, то, конечно, ты будешь бесконечно болеть и бесконечно совершать ошибки. Всё могу о Господе, меня укрепляющем. Говорите вы и молитесь, трудитесь, и пусть Господь всех вас благословит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.